всем привет с вами привет сегодня давайте немного поговорим все-таки стримеры это как поэты как музыканты когда-то нужно выговориться по поводу чего-либо кого-либо или рассказать о каких-либо моментах которые случились относительно недавно а с чего бы начать то давайте начнем вообще с легиона что сейчас вообще в легионе происходит потому что я знаю то что есть люди новые которые недавно только пришли как на канал так и вообще в принципе в варкрафт и интересуется вот этими всякими темами по типу там за кого играть за кого что делать там какой класс себя чувствует лучше или прочее создавать такого рода видосик типа рассказывать о классах то что вот этот класс сейчас хорош этот сейчас плохо ну типа я не намерен потому что каждые пару-тройку месяцев происходит ребаланс классов тот класс который был хорош меняется тот класс который был не очень становится чуточку лучше или же намного лучше вот это мы неоднократно обсуждаем на стримах и рассуждаем по поводу классов там спеков и каких-либо прочих моментов типа какой бы класс зашел на какой-либо рейт или какой-либо подземелье какой-либо модификатор для них плюса получше то есть я напомню то что у меня как стримы идут получается два стрима с перерывом иногда в 30 минут иногда в три часа то есть но по разному все это дело в к группе оповещается в которой кстати розыгрыши идут различных там жетонов и прочих моментов вот то есть первый стрим это получается с 12 по москве или с 13 или 14 это крайний запуск то получается примерно 18 и 19 мы фармами в плюсы либо занимаемся какими-либо своими делишками делами неплохо ладно вот второй стрим это уже конкретно рейдовый это с 21 до 24 часов по москве вот так вот это получается все дни недели кроме пятницы и суббота то есть если вам интересен контент птипипловый на пять человек то днем если же вам интересны рейды мифического уровня то это вечер для кого-то ночь допустим у меня плюс 4 от москвы у меня это ночь да также да куча вопросов по типу вау 3 часа ночи 4 а ты до сих пор рейдишь удивлю я рейдю уже таким способом при таком времени уже три месяца не сказать что я сильно доволен такому рт но как бы сказать я пришел туда куда я хотел точнее меня позвали туда куда я хотел конкретно перед новым годом было до кучи заявок до кучи заявок ко мне в батлнет то что типа при год танчить нашу гильдию я говорю нет они такие ну и зря вот как то так это все в итоге дело сложилось но потом одно из этих гильдий я отписал и вот меня инвайт нули рейдинг проходим сейчас осваиваем гулдана в мифике я думаю интересно вам глянуть хотя бы ну чуть-чуть то есть зайти посмотреть минут 20-30 выйти мало ли может кому-то не интересно может кому-то не нравится что я ругаюсь ну опять же то есть ведение стримов у меня персональное то есть хочу с агрессирую хочу посмеюсь захочу ну да скажу какую глупую шутку ну и чё а временами то может быть смешно между прочим вот о чем еще хочется поговорить а я не знаю даже о чем о контенте давайте поговорим я даже никого ни плана не писал ничего то есть я знаю такие основные моменты о которых надо поговорить о которых ну реально меня спрашивают и задают неоднократно эти вопросы окей контент что у нас происходит вообще в легионе в легион у нас завезли инсты на время да инсты на время уже конечно были и в пандарии и в дрейноре в виде испытаний но эти испытания они давали награду только за выполнение ачива при прохождении всех подземелья вы получали различные слоты для пандарии это был сетик в дрейноре это были оружие вполне красиво и интересные может кому-то понравились они кто-то с ними ходит до сих пор ну мне вот например пандарийский сет понравился так вот а сейчас получается подземелье формата мифик плюс выходите их проходите и пройдя подземелье менее чем за 60 процентов времени которое вам дано а вы получаете три сундука из этих сундуков вы получаете добычу вполне актуальную то есть допустим 900 925 максимального даже можно полутать добычу весьма неплохо то есть и одеться крейдом можно и вот эти всякие дела совершить вот и то есть вы меня спрашиваете при вот ты горит молодец ты горит ходишь по миф плюсам не надоело ли понимаете тут можно ответить с двух сторон типа первая сторона завышенной самооценкой по типу ну то что я не хочу сидеть с первым уровнем артефакты и при 800 уровне и криппа у персонажа что я потерял по моему или нет ну так вот типа ну я не хочу стоять на месте я хочу чтобы мой личный прогресс рос не поднял по часам вот а есть вторая сторона монеты этой скажем так то что а что еще делать легионе скажите мне вот я вам задаю прямой вопрос что можно делать в легионе помимо контента миф плюс временно размышление окончено вот и поэтому в принципе основная часть времени конкретно уходит на них а почему бы и нет это сила артефакта при том в большом количестве у меня уже почти 49 уровень артефакта это реально классно будет 52 я вкачаю согласованность армии погибель и иона и вообще все будет идеально и начну танчить я не помню какая была но я допустим это хорошо чё у нас ром вот то есть артефакт качается эквип повышается все повышается все качается пресс только не качается ну это дело поправимое так что отрицать хождение в них плюсы это дело такое себе да и про рейдики не стоит забывать и про профессии не стоит забывать и про фарм голды если вы относительно недавно вернулись касательно фарма голды давайте поговорим сколько лет я в дреноре фармил голду полтора больше я же еще и до стримов начал подфармливать ее то есть получается у нас как то что в ноябре же по моему да этот чудесный аддон дренору вышел до в ноябре получается у нас стартанул дренор и вышло так что где-то в июле я начал запускать первые стримы своя конкретно сентября начал запускаться ежедневно и относиться к этому уже серьезно создал вк-группу потом декабре начал на youtube видосики пилить вот эти вот интересные по фарму голды по развитию гарнизона вот конкретно сейчас если мне заниматься фармом голды да это дело хайповое я прекрасно понимаю то что эти видосы будут смотреть или будут приходить на стримы что-то смотреть спрашивать но сейчас будет сказано вообще не в обиду это не только мое мнение это мнение множество людей которые фармят которые фармили голду то есть ну которые потратили на это какое-то время аудитория голд фарма это аудитория потребителей которые жаждут и жаждут контента по голде я прослеживал это оно так и есть я нашел подтверждение этим словам вот собирать себе вновь такую аудиторию не знаю типа я ее благополучно отпустил и пускай они сидят там где-нибудь фармят свои там три тысячи голды в час почему бы и нет если им так нравится я же нафармил за весь дренорда кучи голды у меня до сих пор осталось сейчас есть ничего делаю я покупаю все фласки еду руны какие-либо допустим шмот если надо при выходе нового контентного дополнения маунтов там не знаю каких-нибудь до паука я не купил не хочу большая трата слишком на самом деле вот жетончики жетончики для себя жетончики вам на розыгрыш как говорится вот все это дело реализуется все это дело тратится потихоньку но не восполняется не хочется даже заниматься фармом голды серьезно после длительного фарма гарнизонов единственное что остается это пве пве занимаемся развиваем если уж речь зашла о пвп это последнее время я начал так заходить на во в прогресс чекать людей о уровне предметов и получается то все вообще забавно вы взгляните как нибудь получается так что люди которые играют на 2500 рейтинга и выше этого же там они получают элитный шмот насколько я правильно понимаю если что-то не так господа пвпшники вы знаете что делать атакуйте комментарии как говорится вы умеете вот они получают элитный шмот этот элитный шмот минимум 905 уровня предмета я сегодня убил тихондрия героического и героического говорю мифического впервые мне отдали токен я полутал его 910 я рад был просто рад у них уже понимаете у них артефакт 942 уровня предмета и сила артефакта у них принципе не намного то оттает то есть у меня 49 почти у них там сорок седьмой где-то с половиной примерно сорок седьмой я видел то есть но это не очень то такая большая прям разница но пвп заниматься это нужно играть либо в специализации неистовство либо специализация оружия оружие там размеренный да то есть дамаг там надо думать куриком вылетел убил ушел это можно маленьких рейтингах тогда на больших разумеется надо думать продумывать там контролить станы не станы вот эти деминишнги все это дело рассчитывать и мониторить я не умею я папа не занимался и я шесть лет играю чисто танком пересаживаться в другой спека еще и к тому же начать сразу им играть с пвп механик тяжко будет очень тяжко и мы когда играли получается в начале 7 1 5 с целью получения сущности амантула по кресту прикосновение титана для а по легендарке до 940 уровня предмета это тяжко было там на ком рейтинге вообще ни о чем так еще самое то что интересное приходит по по комьюнити вот ты там не сделал то вот ты там не сделал это в плане контроля там персонажей или сила я откуда знаю то что надо вообще делать у меня опыта 0 но на самом деле в лизы молодцы касательно этого то что повые людей сподвигают идти в пп ради вот этого шмота да то есть если может играть на большой рейтинг играть получай хороший шмот не можешь проходить дальше в пве а для пвпшников это хорошо тем то что если пвпшник играет на большой рейтинг то он может очень быстро уйти в пве ну серьезно 920 одетый какой нибудь дамагер жестенький дамагер нужный умеющий играть он будет востребован такие вот мысли у меня по поводу легиона проходим их плюсы проходим рейды напомню вам то что при каждом полученном знании на неделе то есть вот 31 будет знание этому и 23 апреля пойдем по элферам вместе с вами по нормальным рейдом сложности нормал да то есть получается там и по геройкам по героическим рейдом то есть это у нас там изумрудный кошмар испытание доблести из цель ночи приходите участвуйте вы не теряйтесь самое то главное кто стример без зрителя никто запомните всех вам благ счастья здоровья до скорого всех благ